Пицца Маргарита Здравствуйте! Сегодня приготовим пиццу Маргариту. Приготовленная пицца своими руками намного вкуснее, чем в пиццерии, поэтому немного усилий приложим и сделаем все своими руками. Как это будем делать, сейчас расскажу. Для этого нам понадобится полкилограмма муки, 325 мл теплой воды, 2 столовые ложки оливкового масла, половина столовой ложки сахара, примерно 7,5 грамм дрожжей и пол чайной ложки соли. Это ингредиенты для теста. Потом нам понадобится еще соус. Соус будем делать сами, не будем все смазывать кетчупом. Это будет намного вкуснее. Для этого я взял 400 грамм консервированных томатов без соли, базилик. Лучше, конечно, свежий, но у меня сушеные с лета, так как сейчас зима. 2-3 столовые ложки оливкового масла и примерно 3 зубчика чеснока и соль. Вот эти ингредиенты нам нужны для соуса. И потом, в завершении, будем делать уже пиццу из всех ингредиентов подготовленных. Вот, для пиццы самой еще понадобится сыр моцарелла, помидоры черри, оливковое масло и снова базилик. Сейчас займемся приготовлением теста. Здесь у меня просеянная уже мука и я добавляю соль. И возьму, перемешаю соль. Соль с мукой перемешали. И сейчас сделаю такую ямку в муке. И добавляю теплую воду. В воду засыпаю сахар и дрожжи. И сейчас надо дать дрожжам постоять 2-3 минуты. Как видим, дрожжи растворились. И теперь будем продолжать. Теперь берем оливковое масло и добавляем 2 столовые ложки оливкового масла. Для теста ингредиенты все засыпаны. И теперь берем рукой это все размешиваем. До однородной массы. Из муки, воды, соль, дрожжей, оливковое масло. Делаем тесто. Тесто перемешано. Получилось вот такое. И сейчас на стол берем немножко присыпаем муки. И еще помешаем тесто. Так высмотрит наше тесто. И теперь берем другую чашу, миску. Там налито немного оливкового масла на дно. И ложим в наше тесто. И смазываем вот так вот оливковым маслом. Так высмотрит наше тесто. Смазанное оливковым маслом. Теперь берем пленку и закрываем наше тесто. Вот тесто закрыто пленкой. И теперь ему надо подняться. Даем на это дело ему примерно час. Сейчас будем готовить соус. Добавляем оливковое масло. И даем ему нагреться. Масло нагрелось и добавляем чеснок. Две-три минуты обжарим чеснок. Добавил потертые помидоры. Сейчас немножечко они погреются. Погреются. Растер сушеный базилик. Немного соли. Но соли главное не переборщить. Потом сколько надо будет добавим уже по вкусу. И все это берем, перемешиваем. Запах, конечно, чудесный. Не передает камера. Попробуйте обязательно сделать. И теперь будем ждать, пока вскипит. И соус наш готов. Все забурлило. Наш соус готов. Соли немного добавил по вкусу. Так что смотрите сами, сколько вам нравится. Столько добавляется. Смотрите, как все красиво получилось. И теперь соус ждет своего применения. Тесто подходит. Тесто подойдет. И будем продолжать дальше. Смотрите, как тесто поднялось. Сейчас будем раскатывать и делать пиццу. Прошел час. Беру, присыпаю стол мукой. Ну, примерно такой вот кусочек теста. Взял. И сейчас будем его раскатывать. Все, тесто раскатано. Такой вот блин получился. И теперь берем его аккуратненько. Вот так вот складываем. Теперь берем наш соус и намазываем его на тесто. Далее идет сыр моцарелла. Так как у меня сушеный пузелек, я его горячей водой облил, чтобы он стал мягкий. И теперь его будем выкладывать в нашу пиццу. Далее идут помидорки, разрезанные наполовину. Эти маленькие под названием черри. Ставим на разогрев духовку на 240 градусов. Так духовка разогреется. Помещаем пиццу на 15 минут. 15 минут прошли. И получилась вот такая пицца. Из всего этого теста и соусу можно сделать 3 пиццы. Примерно 25 см диаметром. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok